Всем привет! Я вас приветствую на нашем регулярном вебинаре, который называется ECCA Exam Tips. Он будет посвящен дисциплине финансовый менеджмент. Впервые этот экзамен должен был пройти у нас в июне месяце на русском языке. Экзамен ECCA переведенный на русский язык, но по всем известным причинам он не состоялся. И, соответственно, был перенесен на сентябрь. Мы верим в том, что экзамен состоится, ECCA прилагает для этого огромные усилия, в том числе, например, разрешает, возможно, сдавать даже этот экзамен из дома. Или, возможно, разрешит сдавать этот экзамен из дома. В любом случае, ECCA настроена решительно, и большая вероятность, что мы все подготовимся к этому экзамену и сдадим этот экзамен в сентябре месяце. Давайте два слова о нашем сегодняшнем вебинаре. Я вам кратко расскажу о наших курсах, о наших последних достижениях. Далее я расскажу вам об экзамене финансовый менеджмент. Он является полной копией курса Financial Management ECCA англоязычного. Расскажу о структуре экзамена и передам микрофон Валентине Ермаковой, преподавателю, который будет заниматься со студентами, готовить активно студентов к сдаче курсу, собственно, нашему тьютору, одному из наших тьюторов. Валентина разберет с вами задачу с нами на вебинаре. Вы сможете задать вопросы ей, мне, по этому кейсу, по финансовому менеджменту, по всему курсу можете, по другим каким-то бумагам, организационные моменты задавайте. И мы кратко пробежимся еще по нашим курсам. И на этом наш вебинар закончится. Он рассчитан на один час. Итак, самое главное, наша гордость, которую не могу прятать в карман. Мы, наконец, получили статус ACCE Pooled Learning Partner, конкретно статус Gold. В мае месяце этого года мы получили этот статус. Наши курсы существуют с 2015 года. Я представился, но если вы пропустили. Меня зовут Руслан Голованов. Я являюсь основоположником наших курсов замечательных. С 2015 года мы готовим студентов к экзаменам ACCE в онлайн-формате. Мы всегда были в онлайн-формате, всегда развивали этот формат обучения. Видим за ним будущее. И условия так сложились, что сейчас этот формат стал очень популярным. Но мы изначально привносили в него самые современные технологии. Будьте уверены, что ваша платформа по подготовке самая современная, самая надежная. Мы, более того, постараемся сейчас внедрить систему маркировки и проверки экзаменов онлайн, которые идет в ACCE. И всегда ставим на технологическое лидерство. До 2020 года мы были известны как LENACC онлайн, но потом приняли решение выходить на глобальный рынок и в рамках получения статуса E-Proof Learning Partner ACCE попросил нас удалить аббревиатуру ACCE как из названия нашего замечательного сайта, так и из названия наших замечательных курсов. Поэтому мы переименовались в LearnItOnline. Успешно получили в этом году E-Proof Learning Partner статус и запустили англоязычные курсы подготовки к ACCE для студентов на глобальном рынке. Таким образом, на сегодняшний день мы готовим русскоязычных студентов по адаптированным курсам к экзамену ACCE. Мы готовим к студентам успешной сдачи экзаменов и экзаменам ACCE в рамках квалификации финанса и управления бизнесом полностью на русском языке. Эти курсы не пересекаются. Да, они сделаны по одному учебному плану, но просто одни их готовят к англоязычному экзамену, а вторых к русскоязычному экзамену. Поэтому у них разные учебные материалы, разные курсы. И плюс мы запустили третий продукт для англо-говорящих изначально студентов полностью на английском языке – курсы подготовки к экзаменам ACCE. Вот что такое LearnItOnline в двух словах. Давайте перейдем к экзамену финансовый менеджмент. Я не перестану повторять то, что ACCE на всех стадиях апеллирует к тому факту, что финансовый менеджмент является полной точной копией экзаменов Financial Management и полностью копирует его учебный план. Итак, давайте рассмотрим подробнее, что такое учебный план. Что состоит учебный план? Во-первых, это функция финансового менеджмента. Это та самая шапка или то самое слезующее звено, которое по сути объединяет весь спектр задач. Это в первую очередь непосредственно выработка финансовой стратегии компании. За что ответственен финансовый менеджмент? В чем состоит его функция? Его функция, как вы узнаете, состоит в выработке финансовой стратегии. Финансовая стратегия включает в себя следующие поинты. Это и принятие инвестиционных решений, управление оборотным капиталом, структурирование капитала компании наилучшим образом, принятие решений для сделок, слияния, поглощения. Что для этого нужно? Нужно правильно оценить бизнес, нужно определить справедливую цену бизнеса и умение работать с финансовыми рисками. А также некие макроэкономические вопросы, связанные с вопросом международной торговли, с международным развитием налогообложения. Вот такие то, что образует так называемую среду финансового менеджмента. То есть, вот это и есть функция финансового менеджмента, стратегия финансового менеджмента. Она в себя включает, по сути, весь курс финансового менеджмента. Позже, когда вы сдадите все экзамены русскоязычным и переведете к англоязычным, дойдете до такой бумаги, как стратегия бизнес-лидер, вам расскажут, что существует три уровня иерархии стратегии. Самый высокий – это корпоративная стратегия, потом бизнес-стратегия, и третий уровень – функциональная стратегия. Так вот, функциональная стратегия финансового менеджмента – это как раз и есть курс финансового менеджмента. Первая его часть – это то, что вы проходите сейчас. Вторая его часть – это advanced financial management, продвинутая часть, когда вы примете решение доздать и стать членом ACCA. Если коротко, что входит в эти части. Среда финансового менеджмента основана, в большей части, на макроэкономических показателях, в вопросах международной торговли, трансферного ценообразования. И очень важный такой вопрос, который пройдет через несколько тем и ACCA – это справедливое образование обменного курса. Как можно предсказывать обменный курс валюты? Как можно хеджировать обменный курс валюты в будущем? Мы начнем с вами об этом говорить именно в части среды финансового менеджмента. Затем это часть – управление оборотным капиталом. Да, это как раз именно то, что, когда приходит договор на согласование к финансисту, наверное, именно эту тему он и должен согласовать. Вопросы оборотного капитала. То есть мы хотим получить аванс, мы даем рассрочку, мы хотим получить оплату сразу же после завершения работы, либо мы допускаем какую-то частичную оплату. В этом во всем должна быть логика, которая укладывается со стратегии финансовой компании в части управления оборотным капиталом. Здесь очень много коэффициентов взято. Мы постарались вывести вам их в удобные формулы в курсе, чтобы вы их запомнили. Потому что как раз тестовый экзамен состоит, что это от чего зависит. А если вы этот коэффициент на этот коэффициент умножить, что получится? А как получить вот это значение из этого значения? Основано на том, что вы хорошо должны запомнить именно структуру этих самых коэффициентов. И если на экзамене там будет возможно где-то что-то записывать, записывайте там где-то на полях, делайте пометки, вспоминая формулы. Это то, что касается управления оборотным капиталом. Оценка инвестиций. Это, по нашему мнению, сердце бумаги финансового менеджмента. Без полного понимания понятия дисконтированного денежного потока. Без полного понимания то, как принимаются инвестиционные решения. То есть мы будем говорить, что в основном принятии инвестиционных решений лежит прибыльность компании с учетом временной стоимости денег. И модель дисконтированного денежного потока максимально хорошо учитывает временную стоимость денег. Две модели MPV и RR для принятия решений. Формулы RR надо помнить наизусть. Мы как раз разберем очень аккуратно. Итак, это касается, это очень важная часть. Надо будет решать очень много очень сложных задач. Начнем мы именно сегодня с этого. Следующая часть. Оценка предприятия. Это оценка бизнеса. Это то, как формировать капитал компании. Собственный капитал или заемный капитал. Какое должно быть соотношение. Теория Мадеглиани Миллера и вот все возможные концепции здесь же. Наконец, немножко отдельно здесь показана оценка стоимости компании. Но будьте уверены, что все это взаимосвязано. Конечно, стоимость компании строится и на оценке чистых активов, и на той самой дисконтированной стоимости денежных потоков, которая идет речь в части D. И вот все вместе оно будет у нас, все вместе это образуется, войдет в оценку стоимости компании. Так, и наконец, управление рисками. Риск менеджмент. Управление рисками. Это будут разбираться два типа рисков. Валютный риск и риск колебания процентной ставки. Вы в основном пройдете качественные методы работы с этим. Один только количественный метод будет Money Market Hedge. Или седжирование на денежном рынке, как мы будем говорить по-русски. Итак, два слова еще об экзамене и передаю слово Валентине. Итак, формат экзамена. Вам будет представлено за 3 часа и 10 минут. Из которых 10 минут вы не просто будете читать условия, по-моему, вы 10 минут будете читать инструкцию, как пользоваться платформой. А потом, когда вы нажмете на кнопку «Я все понял», вот, собственно, пойдет какой-то каунтдаун, будет отчет от экзамена идти. За это время вам будет предложено решить 3 части. Часть А будет состоять просто из тестовых вопросов. Это 15 тестовых контрольных вопросов по 2 балла каждый. Это самая легкая часть. Часть В состоит из 3 вопросов, так называемых сценариев. В каждом сценарии будет предложено по 5 тестовых вопросов. Каждый будет по 2 балла. На самом деле, это некая уже подготовка идет. То есть первый вопрос будет в части В, он полностью будет теоретический. Второй, третий, четвертый он будет на какие-то вычисления. А пятый он будет на вывод из этой задачи сделан. И, наконец, в части С, в которой будет 2 20-бальных вопроса, наиболее важная, наверное, для успешной сдачи экзамена, который будет предполагать как количественную, так и качественную оценку. Вы должны будете дать в этой задаче. И они полностью самостоятельны. Вы пишете скрипт в Word, набираете на компьютере, вы в Excel делаете решение. При этом марки распределяются примерно напополам. Сразу хотелось забежать немножко вперед. И ничего страшного, если мы эту мысль будем повторять несколько раз. Бытует заблуждение, что финансовый менеджмент можно решить только с помощью одних вычислений. Вот на примере, что сегодняшняя задача, что любой другой, вы увидите, что половина марок у вас идет на вычисления, половина на качественную оценку ответа, на интерпретацию ответа. Наша стратегия успеха – это получение более 50% марок на каждом вопросе. Слайд называется, что формат экзамена и управление временем. Экзаменатор после каждого экзамена говорит, что слабое место студентов – это неплохая подготовка. Это плохое управление временем. Поэтому часы снимаем, кладем прямо перед собой, все делаем по времени. Вот просто базовая проблема, которая связана, в частности, с экзаменом финансовый менеджмент, пытаясь на все ответить ювелирно, правильно и оценить все в голове ювелирно точно, студенты тратят очень много времени на часть А и не успевают часть С совсем. Вы видите, что если ты не успел сделать часть С, скорее всего, ты не сдал экзамен. Поэтому наша стратегия – это отвечать больше, чем на 50% в каждой части экзамена. Два слова о типе вопросов, поскольку этот экзамен будет впервые, и у вас, скорее всего, нет никакого опыта сдачи экзамена. Части контрольный тест. Так называемые варианты, которые могут встречаться в тесте. Это самый обычный выбор ответа. Дано 4 варианта, мы выбираем один. Второй – выбор нескольких ответов. То есть, может быть, первое, второе, может, первое, второе, третье, а может быть, первое, второе, третье, четвертое. Заполнить пробел. Где-то там отсутствует знание. Обычно цифра какая-то. То, что аккаунт он посчитал, и NPV получилось равное с точностью до доллара. Вот тому-то. Дальше. Перенести в нужную область. То есть, сгруппируйте по типам. И нужно мышкой перенести из области в область. Выпадающий список. Да. И два так называемых активной точки, активная область. Я не думаю, что в финансовом менеджменте это может применяться, но скорее к performance менеджменту относится. Но, тем не менее, экзаменатор считает, что это так. Активная точка – это когда какую-то схему надо нарисовать мышкой, что-то куда-то перетащить. Активную область – это когда, возможно, даже прочертить, очертить эту область. Ну, вот, past papers не могу вам сказать по прошлому экзамену, прошлых лет, чтобы это где-то встречалось. Часть B, обратите внимание, это кейс. Вы всегда к кейсу подходите следующим образом. Читаем вопрос, потом читаем кейс. Вопрос – кейс. Всегда начинаем. То есть не надо прочитывать. Открыли этот кейс, сперва читайте вопрос. Пробежите по вопросам и потом читайте кейс. Это сэкономит ваше время. Особенно это видно по части C, по развернутому кисневому ответу. Сперва читаем вопрос, понимаем все глаголы из вопроса, понимаем, что от нас просит экзаменатор. Только после этого начинаем читать кейс и одновременно с этим начинаем делать решение. На этом моя вводная короткая часть заканчивается. Я передаю микрофон Валентине Ермаковой, преподавателю, который будет помогать вам успешно сдавать экзамен в Financial Management. Валя, ты меня слышишь? Да, да. Привет, Руслан. Спасибо за такое развернутое вступление. Тогда все, передаю тебе трубку, микрофон. Продолжим в том же духе. Так... Добрый день, дорогие слушатели. Уже даже вечер. Сначала пять фактов обо мне. Почему вы можете мне доверять? И эти факты следующие. Прежде всего, у меня высшее финансо-экономическое образование по специализации, учет анализа, аудит и дополнительное образование по бизнес-консультированию. Второй тоже немаловажный факт, что я практик. То есть у меня больше 11 лет практического опыта в аудите финансовом менеджменте. И в настоящий момент я также параллельно являюсь финансовым директором в довольно-таки крупном бизнесе. Поэтому во время нашего курса я буду рассказывать вам не только о задачках, не только будете уметь решать задачки, но я также буду говорить о том, каким образом это реально применяется в практике, на что нужно обратить особое внимание. Также я FTCA. Факт, которым я горжусь, что я сдала все экзамены с первого раза. И некоторые экзамены были реально на 50 марок. То есть это такое, я считаю, что особое искусство сдавать на 50 марок. Важно, как вы, наверное, уже знаете, неважно, сколько вы набрали, важно сдать, важно, чтобы это был пас. Вот. У меня в этом получилось с первого раза. Я буду подсказывать некие свои фишки, лайфхаки какие-то, да, как это сделать. Могу сказать, что бумага F9, она была моей любимой, довольно-таки много марок по ней набрано. Мне это нравилось, и это пересекалось в том числе с моей работой, поэтому мне это было все понятно. Ну, посмотрим, как это будет идти у вас. Я надеюсь, что это тоже пройдет довольно-таки легко, потому что, на мой взгляд, эта бумага, она наиболее практичная, да, то есть именно почему важно все это знать, решать и так далее, что это можно применить очень хорошо в практике. Также один из фактов, что я являюсь автором статьи ведущих финансовых журналов, у меня есть собственный бизнес-блог, где я делюсь некими тоже финансовыми соображениями по поводу привлечения финансов, по поводу того, как считается той или иной корректно собирать параллельскую отчетность. В общем, очень люблю финансы, и в том числе финансовые менеджеры. Ну и пятый факт, что я являюсь преподавателем ведущих онлайн. Это тоже некая такая марка качества, на мой взгляд. Итак, переходим непосредственно к задаче, как уже анонсировал Руслан. Будем разбирать сегодня тему оценки инвестиций, которая является действительно сердцем курса, является одной из таких, я бы сказала, сложных тем, которые не всегда легко даются. Ну, проверим, как это будет. Чтобы показать вам, что не все так сложно, как может показаться вам на первый взгляд. Все решает, на мой взгляд, практика, все решает определенные отношения, а также то, как вы решаете, как вы работаете в классе, как вы работаете также в домашней работе. Будем разбирать задачку Пельтако. Это реально задача была на экзамене, то есть она взята из кейса. И я думаю, что по совету Руслана мы сначала почитаем даже не условия задачи, а мы сейчас сразу же почитаем, что нам нужно решить по этой задаче. Задание. Нам нужно рассчитать чисто приведенную стоимость планированного инвестиционного проекта. За это вы получили 9 баллов. Также из консервной срока купаемости планированного инвестиционного проекта 2 балла финансовую приемлемость инвестиционного проекта, а также обсудить мнение директоров по вопросу оценки инвестиций компании Пельта. За это 6 баллов. Здесь как раз-таки хотел обратить ваше внимание, что за расчеты вы получаете 11 баллов, за интерпретацию вы получаете 9 баллов. Практически баллы они равны. То есть это подтверждает то, что говорил Руслан, что важно не только все правильно рассчитать, но и интерпретировать. Что является чисто приведенной стоимостью, это сумма дисконсервных в течение потока платежей от проекта. Это во многом вы знаете из теоретического материала. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть на практике. А также дисконсервный срок окупаемости проекта – это срок, требуемый для возврата вложенных инвестиций в проект с учетом временной стоимости денег. Сейчас на практике мы посмотрим, как это работает. Прочитали условия, прочитали вернее задания, теперь переходим к условию. Условия задачи. Директора Пельта рассматривают планируемый инвестиционный проект стоимостью 25 миллионов долларов, который оплачивается в начале первого года, то есть в нулевой период. Также в таблице вы видите значение по первому, второму, третьему, четвертому году, объем выпуска, цена продажи, переменные расходы, постоянные расходы. В табличной форме приведены. И сразу же уточняется, что цена продажи нуждается в корректировке с учетом инфляции – 4%, а инфляция переменных средств составляет 3% в год. Здесь важно не запутаться. Также говорится о том, что постоянные расходы являются инструментами и находятся в номинальном выражении. Здесь сразу подсказка, что эти дисконсировать будут ненужны. Также говорится о том, что компания, как и многие другие компании, они платят корпоративный налог в размере 30% полученной прибыли, и отрочек платежа составляет 1 год. Важное уточнение, что есть вычет по плате налога, а амортизация уничтожает методом унишаем его отставка, то есть на остаточную стоимость инвестиций. Что еще важно? По мнению директоров, все инвестиционные проекты должны оценивать в перспективе 4 лет. Терминальная стоимость в конце 2004 года – 5% от стоимости инвестиций, и при этом они считают, что нужно оценить инвестиционную привлекательность с помощью этих двух показателей – чисто приведенная стоимость и дисконсированная окупаемость. При этом максимальная окупаемость должна быть 2 года. Это с их точки зрения. Это не всегда так, естественно. Также говорится о том, что стоимость специала для компании Пильта после платного налога составляет 7%, а номинальная стоимость после платного налога – 12%. На что я сразу обращаю внимание. Иногда в задаче в условиях будут учатся значения, которые использовать будет не нужно. То есть для чего это приводится? Чтобы немножко запутать иногда студентов, проверить их на знания. То есть если говорить про последние условия, то здесь нужно выбрать либо 7%, типа 12%. И то, и то использовать, конечно же, не нужно. В нашем случае мы будем использовать 12%, так как это отражательная номинальная стоимость после платного налога. Ну что, от слов я предлагаю третий к делу. Сейчас я покажу вам экран и попробуем вместе решить эту задачу, а потом вы зададите вопросы, есть ли они останутся. Я надеюсь, что экран вам хорошо виден. С чего мы начинаем? Прежде всего, мы начинаем с заполнения такой главной таблицы, главной расчетной таблицы. Инвестиции, терминальная стоимость, доходы, кременные расходы, постоянные расходы. Сейчас она не заполненная, мы будем с вами вместе ее сейчас заполнять. Розовым цветом я подсветила вводные данные, то есть они просто перенесены из задачи. Скорее всего, на экзамене вы не сможете раскрашивать для своего удобства, но в рамках примера я решила это сделать, чтобы просто было более наглядно. Это все сделано для примера. Соответственно, когда вы будете нареживать, тоже это можете использовать от цвета, но помните, что на экзамене такой возможности не будет. Итак, нужно будет заполнить расчетную таблицу. И что сразу, на что бы я обратила ваше внимание, важно сделать понятные примечания. Примечания нужны для того, чтобы маркеру было удобнее потерять. Как вы видите, здесь примечание 1, примечание 2. То есть это такие ворканки в английском переводе. В этих примечаниях мы делаем выходимые дополнительные расчеты, а потом их переносим в итоговую табличку. Предлагаю поддерживаться не такого формата. Так, переходим в примечание. Начинать следует с того, чтобы рассчитать доходы с учетом инфляции. Здесь я привела все к тысячам, чтобы цифры не выглядели громоздкими. И, соответственно, здесь важное сразу, на что хочу быть вниманием, это то, как рассчитать инфляцию. Если для первого года мы делим 4%, то для второго года мы уже возводим степень. Сейчас я покажу вам по форме, как это выглядит вот таким образом. То есть во вторую степень, в третий год, в третью степень, в четвертый год, соответственно, в четвертую степень. Скорее всего, у вас будут таблицы для дисконтирования на экзамене, но тоже важно уметь, я считаю, самому это использовать, тем более, что с точки зрения практики это очень полезно. Итак, с чего мы начинаем? Мы просто цену инфлируем. Инфлируем цену и получаем, протягиваем формулу и получаем выручку с учетом инфляции по периодам. Эти значения мы, в частности, у меня не переносятся в расчетную таблицу. Рассчитали цены, переходим к переменным расходам. Здесь тоже все по такому же принципу, просто берем коэффициент не 4%, а берем коэффициент инфляции 3%. Сказ было в условиях задачи. Здесь все же важно не запутаться и быть внимательным. В условиях задачи было сказано о том, что коэффициент инфляции разный. Таким же образом мы протягиваем формулу и получаем переменный расход с учетом инфляции, который также переносится в нашу расчетную таблицу. Постоянные расходы. Я уже говорила о том, что они у нас не инфлируются конкретно в этой задаче, потому что они приведены изначально к номинальной стоимости. То есть я ее просто переношу. То есть я перенесла, и, соответственно, таблица уже во многом заполнилась. Что здесь? В нулевой период мы ставим как раз-таки нашу инвестицию. 25 миллионов. Я ставлю в тысячу. Мы с вами что говорили, заполнять, чтобы было более удобно. Обращаю внимание, что эта сумма нам не дисконсируется, потому что это как раз-таки некий нулевой период. Но уже первый, второй, третий, четвертый год они уже будут дисконтироваться. То есть дисконсирование начинается, грубо говоря, по итогам первого же года. Опять же, коэффициенты дисконтирования будут даны вам в таблице, скорее всего. Здесь что важно? Здесь важно выбрать правильный коэффициент. 12%, как я уже говорила. Здесь я его рассчитала сама, без таблиц. Я просто покажу вам формулу, как это можно сделать тоже. То есть если в первом случае мы просто 1 делим на 12, 1 делим на 1 и 12, то второй период мы просто возводим это тоже в степи. Я сделала это через умножение, то есть просто чтобы вы знали, что есть разные способы получить один и тот же результат. Либо просто через данную стаблицу. Фернальная стоимость по условиям. составляет 5% от стоимости инвестиций. То есть мы 25 зеленых умножаем на 5%. И это получается как некий доход, который мы получим по итогам четвертого периода. Далее тоже важным является расчет налога. Расчет налога я вынесла в отдельное второе привлечение. И здесь же я делаю расчет учета амортизации. Как мы это делаем для этой задачи? Мы делаем это методом уменьшаем вас так, рассчитываем амортизацию. То есть стоимость инвестиций делим на 4 для первого года. Для второго года мы берем стоимость инвестиций, вычитаем то, что мы расписали для первого года и делим на 4. То есть скажу тоже вам по формуле, как это выглядит. Соответственно, за третий период, как вы уже догадались, мы просто из инвестиций вычитаем первый и второй год, получаем соответственность стоимости, и также делим на 4. Четвертый период. Здесь важно не ошибиться, потому что четвертый год является для этого проекта конечным. Поэтому он рассчитывается резитирующим итогом. То есть мы берем начальную стоимость инвестиций, вычитаем амортизацию за три периода и также вычитаем терминальную стоимость проекта. То есть 5% от данного проекта. Итого сумма будет равняться примерно 23 миллионам, то есть за вычетом этой терминальной стоимости. Когда мы рассчитали амортизацию, мы рассчитываем далее вычет по налогу. Он составляет 30%. Просто мы в каждом периоде умножаем на 30% данные. Здесь уже никакие коэффициенты инвестиций не применяются. Это амортизация. Что здесь важно? То, что мы используем здесь амортизацию, она у нас не берется в расчет денежных потоков, потому что амортизация – это величина неденежная. Но мы используем вычет по налогу в размере 30% и переносим эти значения непосредственно в нашу расчетную табличу. Вот здесь вы видите эти значения. Также здесь важно понять, что, обратить на это внимание, что налог оплачивается со срочки на год, это было в условиях. Поэтому налог, который мы рассчитали для первого года, мы ставим на второй год по денежным потокам. И этот же принцип применяем для третьего и четвертого года. То есть вы можете обратить внимание, что в пятый год уже как такового проекта нет, но налоги мы продолжаем платить. Здесь, как бы, да, будьте внимательны, потому что маркер понизит вам баллы, если в эту отсрочку не снимите, то есть вы получите несколько другой результат. То есть всегда смотрите, что сказано по поводу налогов, когда он платит. То есть по умолчанию, скорее всего, он будет платиться в этот же период, но если говорить о том, что есть отсрочка, соответственно, применяем отсрочка. Как рассчитывается денежный поток, я думаю, что вы все уже догадались. Да, мы из доходов вычитаем расходы и также корректируем на налог. Здесь важно не запутаться, что налог у нас вычитается, но льгота по налогу, она, соответственно, расходы уменьшает, да, то есть идет с разными знаками. Здесь тоже будьте внимательны. Здесь решение я показала, что часть идет с минусом, это расход, а с плюсом идет этот ключ. Мы получили денежный поток, но, естественно, что это как раз-таки еще не все. Важно его продисконтировать. Дисконтируем мы потоки, начиная с первого же периода, 25 миллионов не дисконтируется, и таким образом мы получаем около 9 миллионов ежегодно. Ну, кроме пятого года здесь получается много кризисного значения, но это не имеет значения, да, важный результат. Результатом является, как вы видите, 35 миллионов, это сумма всех платежей, кроме инвестиций. Денежный поток дисконтированный является там 35 миллионами, из нее мы вычитаем вложенные инвестиции 25 миллионов и получаем 10 миллионов 474 тысячи долларов. Это чисто приведенная струнность проекта. В принципе, это результат не плохой для проекта, очень хорошее значение, но об интерпретации мы будем говорить чуть позже. Напомню, что вторым вопросом у нас было рассчитать срок окупаемости. Сразу тоже скажу, что срок окупаемости есть двух видов. На основании дисконтированного денежного потока и на основании обученного денежного потока. Но если мы говорим про недисконтированные денежные потоки, то эти методы сильно критикуются и гораздо чаще используются дисконтированный денежный поток. Именно он применяется в этой задаче. Как его рассчитать? Покажу вам. Здесь все довольно-таки просто. Мы просто переносим денежные потоки, которые мы продесконтировали за первый, второй, третий, четвертый год из расчетной таблицы. Далее мы денежные потоки выписываем нарастающим итогом. То есть посуммируем минус 25 миллионов плюс 9 миллионов. В первый год получаем минус 15. На второй год это все еще минус 6 миллионов. А в третий год уже плюс. И в четвертый год уже плюс. Так вот, в этой таблице видно, что срок окупаемости, то есть он будет находиться между вторым и третьим периодом. Потому что во втором периоде он еще отрицательный, а в третьем уже положительный. То есть здесь мы записываем все фунт 2. То есть это последний период, когда значение было отрицательным. Сейчас нам важно оценить второй хвостик, да, то есть сколько это, 2,5, 2,2, какой точный период идет. Для этого используется достаточно простая формула. То есть мы по модулю делим последнее отрицательное значение. Я посвящу формулу. Последнее отрицательное делится на положительный денежный поток от третьего периода. Соответственно, мы получаем 0,7. Сейчас я покажу. Здесь немножко округлилось. Сейчас у меня. Так, это мы сейчас исправим. 0,74. Можно сказать, что это 2,7. За период 2 года, 2,7 года этот проект окупается. Здесь мы, в принципе, расчетное счастье у нас заканчивается, да, то есть, но, как мы понимаем, мы получили только 11 марок, если бы мы это все решили. Но нам важно еще и ответить на вопросы, которые задавались нам, о том, является ли проект приемлемым, и как вообще интерфектировать эти результаты. Так, я вернусь к презентации. Я вернусь к вопросам. У нас принимает инстанционный проект. Здесь нужно оценить с помощью двух показателей. Это чисто проведенная стоимость и дисконтированный срок покупаемости. Здесь что важно? Дается 3 балла. И здесь важно сказать, что с точки зрения чистого приведенной стоимости проект является хорошим. То есть, он является положительным, сумма достаточно большая. То есть, проект действительно привлекательный. Но с точки зрения дисконтированного срока покупаемости не все так просто, потому что директора считают, что он должен окупаться в течение двух лет. То есть, это с точки зрения он не является привлекательным для директоров. Соответственно, так и нужно написать. И в результате можете сказать, такое тоже высказать свое мнение, что если все-таки срок 2 года не является критичным, то проект можно рассмотреть. Потому что очень хорошая чистая приведенная стоимость. Здесь вы как раз-таки учтете мнение директоров, а также выскажите свое мнение. Я думаю, что вам тоже показалось, что проект достаточно хороший. Потому что сносит достаточно большие деньги и всего лишь за 2,7 лет. Далее нужно покритиковать директоров. Критиковать директоров я думаю, что все очень любят. Здесь предоставляется такая возможность. И за это вам вычислят целых 6 баллов. Что здесь можно сказать о этой задаче? Естественно, учитывать тайминг, учитывать вашу собственную оценку по этому вопросу. Здесь я рекомендую писать все те мысли, которые к вам приходят в голову, потому что некоторые моменты маркер может не засчитать. Поэтому я всегда придерживаюсь принципу, что написать по максимуму. И учитывая, каким временем вы располагаете. Что, какие пункты здесь являются важными? Прежде всего, можно сказать о том, что проект оценивается на 4 года. Хотя вполне возможно, оценивать нужно больше период. То есть, все-таки, может быть, и индивидуя был по-другой. Второй момент, что можно покритиковать, что всегда директора призывают брать 5% как терминальная стоимость действия, хотя она может быть совершенно разной. То есть она может быть и 15, и 50%. То есть 5% это такая достаточно консервативная величина. И также можно сказать о том, что, в принципе, здесь довольно-таки небольшой все в точке зрения срок окупаемости должен быть 2 года. То есть довольно мало проектов может окупиться именно за 2 года. И если придерживаться к этому принципу, этого принципа, то можно отнести много хороших проектов. Поэтому, возможно, стоит расширить как раз-таки горизонт до 3-4 лет. И еще один момент важный, как мне кажется, можно сказать о том, что, в принципе, важно сравнивать проекты. То есть, по сути, чисто определенный стоимость, в чем у них одна-таки два метода, он дает абсолютное значение. То есть мы понимаем, что если оно положительное, то это хорошо. Но было бы очень полезно, если бы мы сравнивали два проекта. То есть мы получили, грубо говоря, 10 миллионов долларов. А может быть, есть какой-то проект с теми же инвестициями, где мы получили бы 15 миллионов долларов. И, соответственно, вполне логично, что мы выбрали бы второй проект при очень равных условиях. Поэтому тут можно сказать о том, что важно сравнивать проекты между собой. Я думаю, что если бы вы все это описали, то 6 баллов вы бы точно за это получили, и собрали бы некий максимум, а наш максимум – это 20 баллов по этой задаче. Вот, что я хотела сказать. То есть эта задача, она не является очень сложной, как, надеюсь, вы это сейчас поняли, да. То есть, но, опять же, тут важно практиковаться, важно нарешивать, набивать руку. Этим как раз-таки мы на курсе во многом будем заниматься. Сейчас я бы хотела бы услышать ваше мнение, ваши вопросы по этой задаче, если они есть. И, соответственно, Руслан тоже подключится, я думаю, сейчас к нам. Да, друзья, я уже с вами. Валентин, кто может мне передать управление, волшебный шарик, микрофон, назовем его так. Так, да, пока участники думают такие вопросы задать, я позволю себе еще два слова сказать о наших курсах. Самое главное – это наше преимущество. Первое, о чем я уже сказал, это то, что мы применяем современные технологии. Да, то есть, это не просто пустое слово, это говорит о том, что мы эффективнее, лучше и качественнее умеем погружать студентов в атмосферу обучения. Это и WhatsApp-чаты. Да, мы используем чаты на платформе WhatsApp, нам они кажутся наиболее привлекательными. Но мы можем использовать какую-то или иную платформу, сейчас используем эту. Мы взаимодействуем вживую со студентами, мы стараемся давать индивидуальную обратную связь, живые занятия на вебинарах, да, то есть легко заниматься из любого места, и это помогает погрузиться в атмосферу обучения. Именно погрузившись в атмосферу обучения, студенты готовятся лучше всего на свете, так подсказывает наш опыт. Да, у нас действительно низкая цена, мы почти в два раза дешевле статистических курсов, потому что у нас, по сути, нет никаких SG&A expenses, да, каких-то прочих административных расходов. У нас, по сути, все в высокой степени автоматизировано. Например, использованы роботы, да, в системе, на всякие административные штуки. Кроме того, мы всегда стараемся привлекать лучших экспертов в отрасли, да, это всегда члены СССР, у которых очень существенно релевантный опыт, и мы всегда следим за качеством наших преподавателей, которые проходят переподготовку по методологии СССР, стараются улучшать свои знания и навыки. Кроме того, мы даем поддержку своим преподавателям 24 на 7. Это не, как я уже сказал, это не просто какая-то некая общая возможность написать e-mail, да, на который кто-то через какое-то время ответит. На самом деле, основная польза, по нашему наблюдению, в том, что тебе ответ дадут очень быстро, да. То есть, условно, там на 80% вопросов ответ приходит, как правило, в течение, там, 15-30 минут. Именно это позволяет очень эффективно, гармонично погружаться в обучение, да. Как мы сформулировали нашу миссию некоторое время назад, что мы, используя современные технологии, стараемся сделать обучение эффективным и доступным, как для студента, так и для преподавателя, да, потому что у преподавателя за счету тоже есть какая-то еще дополнительная нагрузка. Итак, приходите к нам учиться. Приходите к нам учиться. Очень будем рады вас видеть. Вопрос. Очень приятно познакомиться. Напомню, тему, которую начала учить еще в ролях, было бы, что на сегодняшний день у него забыло, так легко напомнить, спасибо. Да, смотрите, сразу после оплаты становится доступен онлайн-курс, поэтому занимайтесь, освежайте его. Именно в этом онлайн-курсе наиболее подробно разобрана теория, по которой преподаватель будет делать больше акцент на практику, чтобы вы видели, как эта теория применяется в вопросах. В вопросах зачастую все наваливается, все вместе скручивается, и вот, соответственно, Валентина будет помогать тому, как в этом разобраться и эффективно получить максимум баллов. Итак, что ж, если вопросов нет, тогда всем огромное спасибо. Всем огромное спасибо за внимание. Будем рады видеть вас на наших курсах. До встречи в наших следующих вебинарах. Мы будем вам о них сообщать заранее. Все, всем спасибо, всего доброго. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok